Меня зовут Дмитрий Кимкин, я подготовил доклад ноутбука на тему сравнения библиотек для задачи прогнозирования временных лидов. И он подготовлен с целях ознакомления о минимальных возможностях предоставленных библиотек, которых я сейчас вам покажу, для проектирования и создания нейронных сетей на языке. В библиотеке, которую я хочу вам показать, я разделил на две группы. Первая, где проектированием, логистикой, всем, чем можно, занимается программист, используя из библиотек весь минимально необходимый инструментальный набор. Таким библиотекам я могу отнести TensorFlow и PyTorch. Вторая группа, где уже функционалом самих моделей, там проектированием моделей занимается разработчик библиотек. Возможно, тут будет какая-то некорректность с моей стороны, но я вам чуть попозже про нее расскажу. И в эту группу я хочу записал библиотеку Great Kitty и PyTorch for a costing. Из чего будут состоять входные данные? Это средняя цена на приобретенные строительные компании «Арматуры» в Московской области за каждый месяц промежутки с 2000 года и 2021 года. А также индекс на приобретенные строительные организации «Арматуры». Также для каждого месяца свой будет индекс. Перед тем, как рассказать о данных библиотеках, просто маленький кусочек противопрогнозирования – это получение информации о будущем. Он отличается от планов тем, что в плане мы только представляем, как у нас будут разводиться всякие ситуации, а прогнозирование – мы уже примерно понимаем, что у нас будет в будущем. И уже мы можем более точно строить свои, грубо говоря, планы. Это, так сказать, вспомогательный инструмент при создании планов. В общем и целом, программизирование является задачей программизирования временных рядов. Временной ряд – это собранный в разные моменты времени статистический материал, значение каких-либо параметров исследованного процесса. Временные ряды бывают разные. Например, это как рыночные цены, объемы продаж в торговых сетях, объемы потребления, объемы грузовых и пассажирских привозок. Дорожный трафик и еще многое другое. Перейдем к информации в библиотеках. Я взял TensorFlow, PyTorch, GreatKitty и PyTorch for requesting. Привел ссылки на официальные сайты. Там можно посмотреть IP, посмотреть документацию и увидеть, как они вообще работают. В большинстве сайтах есть свои мини-теториалы, чтобы познакомиться с данными библиотеками. Например, TensorFlow и PyTorch. Это библиотеки-фреймворки с открытым исходным кодом. Так же, как и GreatKitty. Но здесь я не буду останавливаться. Начну с практики. Первое. Я загружаю в библиотеки, которые необходимы во всем, по ходу всего ноутбука. Это matplotlib для отрисовки графиков, numpy для работы с массивами, pandas для работы с XFL-шими файлами и для создания датафреймов. Так, UDM – это нужная мини-библиотека, которая помогает нам... Ну ладно, неважно. Я вам попозже покажу, что она делает. Это слайдбар. Да, вот это слайдбар. Загрузка данных. Они выглядят в очень простом виде. То, что у нас есть цена, точнее год, цена и индекс. Дальше я хотел продемонстрировать данные, как они ведут за весь промежуток времени. Мы видим, что они все время идут вверх, так как ничто не стоит на месте. Так же, как и с индексами. В некоторых моментах мы видим, что идут резкие скачки. Что говорит-то, что если идет повышение, то идет больше спрос, да. Вот. Но на этом зацикливать внимание не стоит. Еще самое главное, то, что все данные лучше предподготовить. То есть, их не отмасштабировать, а привести к стандартному виду. Для этого я использую библиотеку Scalier, которая с помощью функции MinMaxScaler стандартизирует данные от нуля до единиц. Я провожусь по двум столбцам. Также я делю данные на тестовую и обучающую выборку. И данные для общего подсчета, чтобы они все были вместе. Вот. Основной идеей идет в том, что у нас будут данные разбиваться по окнам. У нас идет 12 значений в базе. Мы ее откидываем в, допустим, я буду говорить, X-train. А в Y-train мы закидываем следующие 6 значений. И так далее. То есть, мы скажем, ну, при следующей итерации мы смещаемся на одну, на единицу данных вперед. И точно так же режем все данные. Возможно, объяснил я чуть-чуть плохо, но... На единицу, чтобы поняли. Все это делается, происходит. И переходим к первой библиотеке. Это TensorFlow. Создаем модель. Модель слишком, ну, достаточно, довольно-таки простая. Она состоит из-за двух слоев в LSTM. LSTM имеет свойство запоминать. Некоторые параметры, потому что имеет две шины на данных. Но, если хотите, чуть попозже могу рассказать об этом. И идея имеет один выходной слой, равным 6 выходов, можно так назвать. Компелирую модель. Использую оптимизатор ADAM. Функцию потери MinSquareError 35 эпох. Все обречения проходят успешно. Решил затестировать выборку. Точнее, затестировать модель на всей выборке. Чтобы посмотреть, как будет идти график. В красном показана исходная цена, которая была. А синим показана графика, которая предсказала сама модель. График можно улучшить, добавив некоторые слои в модель нейронной системы. Но это не то, на чем нужно работать. Здесь главная проблема является слишком маленький набор данных по размеру. Хотя больше на арматуру я не нашел. Также вычисляем ошибки. MinAbsolute, ERR и RMSE. Я точно не помню, как она дошифровывается. Чуть похоже, возможно, вспомню. Значения довольно-таки... Да, да, да. Спасибо. Значения не такие уже большие, если по сравнению с исходной ценой. Дим, а на вход модели что мы подаем и что получаем на выходе? На вход модели мы подаем массив. Его можно так назвать из 12 элементов. А на выходе мы получаем массив из 6 элементов, которые идут после. Что должно предсказать? Ну, какие предсказания? 12 элементов – это потому, что мы так нарезали данные из них. Да. Можно нарезать по-разному. Можно нарезать на 3 элемента, но предсказывать, чем больше, чем входные данные, я думаю, это бессмысленно. Потому что очень трудно увидеть, как они умерли. Вот. Создаю переменные с дополнительным назначением на подаче. Это связано из-за того, что у нас добавляется к массиву еще плюс 6 дополнительных значений. И нужно как-то соответствовать этому. И здесь идет само предсказание. Я взял данные, которые нигде не показывались, где модель их уже не видела. Провел предсказание и получил довольно-таки такое значение. Такой график. Точками показана цена за каждый месяц. Еще плюс я вывел в числовом значении. То, что, например, у нас на следующий месяц будет значение. Цена арматуры – 39 912 килограмм за тонну рублей за тонну материала. Да, по идее, за тонну. Вот. Если есть вопросы по TensorFlow, я пока перехожу уже к PayTorch. Если нет? У меня вопрос, знаешь, какой? Какой? Смотри. А есть какая-то зависимость от той длины изначально, которую мы дадим, на качество этой модели, которую мы предсказываем? То есть, если мы больше временной ряд дадим, то качество будет намного лучше, чем мы дадим временной ряд изначально, хоть короткий. Ну, смотри, если у нас будет длина последовательности больше, у нас будет обучающая выборка меньше. Она же все-таки режется. Ну, а в случае, если, допустим, у нас достаточно данных? Ну да, тогда лучше всего брать одно данных побольше. А есть какой-то критерий, как отбирать количество данных? Я думаю, это путем проб и ошибок. Понял. Спасибо. Ну, как минимум, я так старался. Я пытался на 15, у меня практически еще хуже был. График на 10, он был получше. На некоторый момент он не проглатывал, не следал, можно так назвать. И суть в том, что график идет из-за того, что такой более-менее ровный, без явных каких-то... не показывает явных трендов в определенный момент. Это связано из-за того, что я немного модель похуже сделал. Уменьшил в два раза ее и убрал. Мне просто ради интереса хотелось посмотреть, как все это будет. Прогноз очень похож на скользящее среднее. Да, я только с языка сном хотел сказать. Вот, как-то так. Вот, я продолжаю. Далее идет PyTorch. У PyTorch я старался использовать практически по структуре одинаковую модель, как и StensorFlow. Не судите строго, я только недавно видел данный этот framework и начал изучать. Вот. Он состоит из двух слоев, по 64 нейронов, и будет производиться 15 эпох. Здесь практически все то же самое. Подготовка данных, переменных в дальнейшей работе, функции потери MSE Loss, оптимизатор ADOM. Обучение модели идет все по тем же данным, что и обучался в TensorFlow. Здесь мы видим то, что модель обучилась, и перейдем сразу к предсказанию, потому что я не успел вывести точно такой же график по всем данным. Вот, если нужно будет, я буду это. Но суть в том, что, возможно, я где-то что-то не учел, или что-то неправильно сделал, но значение не PyTorch начал выдавать хуже. И в дальнейшем я хочу развиваться в нем и буду улучшать свои навыки. Можно как-то при обучении значением более свежим давать больше вес, чем значением, которые были раньше? Это используются, как я понял данный вопрос, легче не прибавлять вес. Можно использовать другой вид слоя нейронной сети. То, что не LSTM, а есть еще упрощенная версия LSTM, которая занимает, потребляет меньше, как называется, данных, ресурсов. И тем самым он забывает более старые значения весов. Он лучше работает с новыми данными. Вот, возможно, это можно решить как-то так. А так, по поводу еще, как это реализовать в PyTorch, я не знаю. Возможно, это можно, потому что PyTorch является довольно-таки гибким фреймворком, в котором можно изменять множество всяких параметров, включая и значение весов. Я думаю, что это необходимо делать на предобработке данных. Если я не ошибаюсь, экспоненциальное изглаживание или как-то так. Ну, как раз это и делает то, что более ранним, получается, значением дает больше вес, чем последним. Ну, я просто к тому, чтобы вот этой ступеньки не было. Просто при переходе от фактических данных к прогнозу, вот видите, тут скачок появляется, такой гэп. Ну, я дальше продолжаю. Я перехожу к второй группе, где библиотеки довольно-таки уже подготовлены, уже специализированы на временных рядах. Начну с GrayKitty. GrayKitty довольно-таки простой фреймворк. И с ним работать занимает довольно-таки малое количество времени. И он довольно-таки интуитивно понятный. Вот. Все, что нам нужно, это подготовить датафрейм, переименовать значение столбцов. Здесь есть один нюанс. То, что я не нашел, как использовать, учитывать дополнительные речей, дополнительные столбцы. Так, у меня запись пропала. Это у всех так или только у меня? Звука нет. Надо чатик написать. Дадим пока мы на паузу поставим. Модель будет обучаться. Поэтому у меня модель будет обучаться только по тем значениям, которые были у цены. Записывая обучение, довольно-таки легко происходит. И идет вывод результата. Здесь данный фреймворк предназначен для довольно-таки большого и обширного набора данных. Не то, что у меня где-то в районе 258 значений. Там довольно-таки больших значений по данным. Но здесь мы видим то, что данный фреймворк может показать ту цену, которую он предсказал, и значение, и диапазон, в которых может быть данная цена. И тем самым он показывает верхнюю границу, нижнюю границу. Это идет показ по всем данным, как он его спрогнозировал. И чуть ниже идет уже сам результат, где можно приблизить... Сейчас, секунду. Вот данный кусок. Это и есть таб предсказанной увеличенной. Синей линией показана цена, которую он предсказывает, какой он видит, более точный верхняя граница диапазона и нижняя граница диапазона. А красная – это актуальная цена по тем данным, которые я у него вложил. Как-то так с данным фреймворком. Он достаточно простой и имеет хорошую документацию. Но это чуть попозже я объясню. Расскажу. Дальше. Есть у вас вопросы? А какая там модель используется? Вообще, библиотека GrayKitty, она создана на основе нескольких библиотек. Это идет GrayKitty, SilverKitty и Ротерти, по идее, как-то так она называется. Но она довольно-таки устарелая. Она была создана компанией Alikindin. И, в частности, данное обучение, данная модель была использована SilverKitty. Она является фаворитом среди этих данных трех и довольно-таки удобной для быстрого прогнозирования, для быстрой оценки временных рядов. Она из разряда RNN, как RNN, да? Ну, по идее, если у меня, да, из этого разряда. Дальше я перехожу к PyTorch Forecasting. Скажу честно, это довольно-таки сложная библиотека. Я просидел над ней довольно-таки долгое время и до конца ее практически не понял. Но суть в том, что это довольно-таки серьезный и профессиональный инструмент для прогнозирования временных рядов. Он учитывает такие параметры, как групповые ID, то, что можно разделить. То есть, если привести в пример это количество, это если взять сеть магазинов, у каждого товара есть свой ID. Например, то, что у нас есть группа товаров из одного магазина, она имеет каждую цену. И у нас есть временной ряд, где показаны все изменения цены. Вот именно PyTorch создан практически для данных целей, можно это так назвать. Для того, чтобы он прогнозирует группы данных. Не группы данных, а группы временной ряды, группы, допустим, материалов. Вот, сам начинаю немного путаться. Суть в том, что идет подготовка данных, ее нужно записывать в DataFrame. Пытался в других, как он называется, типах данных передавать в нее, но ничего не получалось, или он выдавал просто критическую ошибку. Так сказать, он достаточно капризный. Идет дальше, идет создание обучающих данных, где для каждого мы расписываем таргет, временной индекс, максимальное количество предсказаний, значения кодера. Я так до нее не понял, как его. И также здесь есть еще перемены, которые отвечают за категориальную связанность данных целей. Далее идет создание набора данных для проверки и обучения. Точнее, да, для обучения и для проверки. Идет создание экземпляра модели. Все уже подготовлено создателем, разработчиком данных в данной библиотеке. Остается только подкинуть данные. Идет самое главное то, что здесь есть функция поиска оптимальной скорости обучения. Он просматривает всю обучающую выборку, ищет, как он называется, подстраивает некоторые элементы, параметры, под то, как ему лучше работать с ними. И также мы видим, как выглядит сама модель, с которой приходится работать. Здесь идет момент на графике, показан пик оптимальной скорости. И дальше идет обучение модели. Сранняя установка на обучающем наборе данных. То, что я говорил ранее, то, что он подстраивает некоторые параметры, и на этих параметров он уже ориентируется, когда ему лучше остановить, когда ему лучше продолжить. И идет предсказание назначений. Честно сказать, то, что это реально довольно-таки сложный фреймворк. Я пытался просидеть, и у меня мало что получилось. Я, грубо говоря, заставил только работать. Единственное, что у меня получилось, это вывести результат. Он выглядит в таком тензоре, и я до него еще не разобрался, что где что. Чуть попозже, если хотите, могу разобраться, сделать все и привести к какому-то определенному значению. Переходя к выводу, то, что из проделанной работы можно сделать вывод, что все библиотеки довольно-таки разные, некоторые похожи друг на друга, но с одной стороны это не так. То, что у каждого есть свои плюсы и минусы. И хочу оценить каждый библиотеку. Это первая порога вхождения, визуализация, удобность, проектирование модели, отладка кода и внутренних значений, виды решаемых задач. Начну с тендерфу. Библиотека достаточно проста, усвоением, имеет понятный интерфейс, хорошую документацию и большое сообщество, в котором включается много туториалов, много видеоуроков, что позволяет намечку более в крайнейшем сроке владеть вниманием науки. Также библиотека имеет достаточно интуитивный, понятный, из-за формы IP интерфейс, то это тоже плюс для новичка идет. Из-за прощущенной визуализации есть некоторые моменты, то, что мы не можем посмотреть, какие у нас веса, мы не можем залезть и посмотреть, как у нас идет обучение, как оно выстроено логикой. То, что мы можем только собрать конструктор ляга и посмотреть, что с ним будет. Библиотека также позволяет решать множество задач, она используется в огромных видах задач. Например, это какая работа с ображениями, аудио, данными, видео, временными, рядами, как я уже показал, еще множество другое. Далее, PyTorch. PyTorch тоже имеет обширную документацию, большое количество видеоурок и большое сообщество. Но PyTorch, он довольно-таки сильно отличается от TensorFlow тем, что мы можем увидеть все, посмотреть, как, чему равны веса в определенный момент времени, сами выстроить, как у нас будет идти обучение и отлаживать код довольно-таки легко и смотреть, что творится с переменными и внутренними значениями. Также, как и TensorFlow, он многофункционально решает достаточно много задач. Он подходит для более сложных заданий, для составления более сложных моделей, где нужно приложить более такие более некачественные, но более точно построить логику работы модели, можно так сказать, логику самой модели и саму работу модели. И программисту начального уровня будет достаточно трудно в самом начале, но хотя этот порог проходит буквально спустя 2-3 дня. Далее идет Graikity. Graikity — это просто удобный и простой инструмент для решения задачного времени. Имеет хорошую документацию и хорошую поддержку со стороны разработчиков. Простой интерфейс, это уже готовый инструмент, где ошибки в коде практически не нужно искать, нужно прикладывать внимание побольше к данным, которым мы посылаем. Вот. И также отслеживать и менять внутреннее значение практически невозможно. Graikity специализируется только на решении задач временных рядов, поэтому вот для других задач никак не приспособить. Вот. На его плюсы большим является то, что он лег к усвоению. PiteTorch for Acousting — это библиотека, как я уже говорил, достаточно трудная, является неоднозначным инструментом, как бы я назвал ее, потому что, как я искал материал по ней, по ней есть только документация и один на ноутбук, на кабеле, и все. Общество им, как я понимаю, не пользуется, хотя, возможно, в профессиональных кругах программистов он имеет спрос, так как решает довольно-таки, решает хорошо и решает довольно-таки на хорошем уровне задачи на временные ряды. Имеет сложный интерфейс, множеством настроек также также можно отслеживать некоторые моменты во время обучения и специализируется на задачах решения временных рядов, также с различных классификаций. И чтобы подвести такой заключающий итог всего этого, TensorFlow я порекомендовал бы самим научкам, которым нужно понять, что тут и как происходит. PyTorch уже как будто идет следующий уровень. GrayKitty, он как отдельный инструмент, его можно рассматривать как вхождение во временные ряды, или как использование быстрого инструмента. PyTorch Forecasting это уже когда поднабравшись небольшого опыта, средний или профессиональный программист уже начинает делать вещи, можно так назвать. все, доклад закончил, если есть вопросы, говорите. Байден, спасибо. У меня вот такой вопрос. А почему вообще взять этот PyTorch прокастинг, если он, как я понял, не настолько популярный, можно ли он хорошо решать задачи? Ну, изначально я попросил у Александра разного инструмента, с чем можно работать с временем рядами. Мне подсказали GreyKitty, PyTorch Forecasting, и там, да, тут вот эти два. А, еще один, но так как он уже присоединен к GreyKitty, можно уже из-под коробки там доставать, и он не стал сюда его включать. Ну, потому что он там практически одинаковый. вот, и все заключалось в том, что я думал, то, что все эти инструменты, они достаточно легкие. Я посмотрел на PyTorch, так как его не знал, GreyKitty, с виду они мне показались никакими сложными. Когда я дошел до PyTorch для меня для меня это показалось сущим адом, я старался разобраться, но как минимум это не является невозможно. Ну, вот тут CancerFall, PyTorch и библиотеки больше заточены по DL, по нейронной сети. Не рассматривал библиотеку Scalern? Я думаю, у них там есть какие-то модельки по временным рядам. Нет, не рассматривал. Ну, оно как бы больше заточено на именно машине обучения. Буду знать, потому что еще для размышления, так, ну, кого-нибудь возникли какие-то вопросы? Да, спасибо за доклад. Жаль, я, конечно, не видел пару месяцев назад, когда SenderFlow с отладкой мучился и думал, что у меня руки кривые. Я думаю, это у каждого программиста есть такое чувство, когда он стреляет в непонятную ситуацию. Да, так бы я вот посмотрел доклады PyTorch и быстро перевернулся, а то я все мучился, мучился. Спасибо. По МГУ, кстати, по LSTM ответит на вопрос Димы по поводу забывания информации. Я могу предоставить даже картинки. У меня есть на МГУ, который я разбирал в LSTM в LSTM. Ага. Да, ну, там, хочешь, открой, да. Там, Дим, ты спросил, можно ли забывать как-то прошлую информацию, там у LSTM есть такой момент, когда он каждый раз после итерации вычисляет новое значение потока несущего. И вот во время вычисления значения потока после итерации он, там есть матрица весов, которые, ну, просто матрица, которую он там перемножает как раз на значение старое, в общем, и они выступают по сути как регуляризация и позволяют модели самой решать, хочется она забыть, не хочет забыть. То есть там есть умножение на матрице, который как раз реализует функционал забывания. Модель сама научится, надо ей забывать или нет. То есть это часть как бы анатомии LSTM. Да, причем в НЛП это является наоборот проблемой, когда модель дохла до последнего слова и забыла начало, нельзя предложение, смысл его как бы не кроется в начале либо в конце, надо именно видеть предложение. Там же можно использовать при составлении репрессных сетей можно использовать разные соединения, можно их так назвать. То, если у нас идет связь из одних ячеек, то все выходы этих LSTM передаются в последующий список, а не список, это лист LSTM ячеек этих. И тем самым то, что данную проблему забывания можно как-то урегулировать и компенсировать. Ну, с ней борются двунаправленные LSTM, когда идет в одну сторону и в другую генерацию. Это один из них побороться с проблемой. Так, у кого-то вопросы есть? Я тогда получается останавливаю демонстрацию. Так, вопросов нет. Один спасибо тебе за разбор.